Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля, и хотя сорт Батяня мной освещен был и в прошлом году со всех сторон многократно, в этом году я показывала молодую зеленую зависть. Но так как людей у нас постоянно много прибавляется на канал, все новые и новые люди приходят, которые, возможно, не видели старые видеообзоры, и снова возникают просьбы, покажите, как Батяня на кусту растет, какой он. Вот Надежда Якубович спросила после просмотра прошлогоднего видео под названием «Томат Батяня крупный, красивый, сладкий» рекомендую. Она сказала, что хорошо бы посмотреть, как он на кусту выглядит. Вот сейчас я выполняю вашу просьбу и показываю, как Батяня на кусту выглядит. И такие общие характеристики, которые я уже говорила, я сейчас повторю еще раз. Он двухметровый, 200-350 грамм у него плоды, но могут быть и больше. Это как раз те томаты, которые сахаристые и сладкие, плодоношение у него длительное. Сейчас я потихоньку опущусь и покажу вам, какие плоды поспели. Он может дать до 17 килограммов на 1 метр квадратный. Так, сейчас мы к спелым. Вот смотрите, некоторые получают Батяню очень-очень крупного. Я уже говорю, что я не нормирую, ну редко когда общипываю лишние завязи. Вот видите, тут есть и маленькие, и большие, и средние. Нужно было бы, конечно, за ними следить. И если бы в завязи оставлять 2-3, ну в кисти, то, конечно, он более укрупняется. Видите, какой Батяня. Он такой розовый, малиновый окраски. Он высокий. Но еще хочу добавить, многие спрашивают про мощность куста и густоту листвы. В рассаде он не толстоногий, рассада может вытянуться. И несмотря на то, что это сибирский сорт, он не такой неприхотливый, как вот Демидов, Настенька. Да, он урожайный, да, он вкусный, сладкий, но его нужно холить и лелеять. Он может и вытянуться. Он длительный холодный период тоже может не пережить. У меня в этом году он чуть ли не замерз вместе со всеми сибириками, когда стоял. Еще раз говорю, его нужно беречь. Конечно, в тоннелях в ранние сроки, как я высаживаю все сибирские сорта, его уже не высадишь. Он на это у вас не согласится, он будет у вас капризничать. Вообще, главное достоинство этого сорта, это крупноплодность, что вот такие красивые сердцевидные плоды, большие висят по всей длине этого растения. И его ранняя спелость. Вот сейчас в июле у меня уже поспел ботяня и в теплице, и на улице. Высажены они были почти в одно и то же время. Спелых плодов уже достаточно много. Потом покажу на улице, но в теплице выглядит так. Не знаю, как вам его показать, как он выглядит на кусту. Сейчас отдалюсь немножко. Так. Вот видите, вот это вот ботяня. Вот это вот внизу с красными плодами. Ну все. Это такой краткий обзор еще в дополнение. Я к этому видео выставлю ссылку на предыдущее видео. И вы сможете посмотреть его и в спелом виде, и только когда я его высадила.